В районе проведения поисковой операции на удалении 1700 метров от береговой линии по оси взлета воздушного судна водолазами на дне обнаружены обломки самолета. Акустическими средствами в данном месте определен радиус разброса обломков Ту-154, который составляет около 500 метров. Водолазами уже осуществлен подъем двух элементов механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность, вылетевшему 25 декабря из адреса самолета Ту-154 Минобороны России. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров, что позволяет эффективно использовать все имеющие средства поисково-спасательного обеспечения. Поиск фрагментов самолета организован в других секторах по трассе полета самолета. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска. В семи секторах полностью осмотрено дно. Глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества доставлены из аэропорта Адлер в район поисково-спасательной операции. В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и более 3,5 тысяч человек. В Москве в здании ансамбля Александрова работает специальная группа для максимального ускорения оформления родственникам погибших полного пакета документов и получения денежной компенсации и страховых выплат. В состав данной группы входят опытные юристы, финансисты, специалисты Главного управления кадров ведомства, представители страховой компании и нотариус. Родственникам, членам экипажа и всех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, будет выплачена компенсация в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей.